Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина и мы приготовим торт. У моего сынишки день рождения и для него я изготовлю торт машинка. За основу возьмем любое бисквитное тесто. Так как ребенок маленький, лучше взять сдобное бисквитное тесто, потому что если брать только яйца, сахар и муку, то оно получается суховатым и сильно крошится. Поэтому будем готовить сдобное тесто. Для него нам потребуется 3 яйца, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан молока, 150 грамм сливочного масла, 1 чайная ложка соды, 3 стакана муки. Итак, масло нам необходимо растопить и смешать яйца и сахар. Итак, смешиваем 3 яйца и стакан сахарного песка. И все это хорошо взбиваем миксером. До образования пышной пены. Смесь сахара и яйца должна увеличиться в 2 раза. После чего добавляем мягкое сливочное масло. Она у меня растопилась. Топила с помощью микроволновки. Можно на водяной бане. И в эту же смесь добавляем 1 стакан молока. Еще раз все хорошо перемешиваем. Итак, в эту смесь высыпаем стакан муки. Пока его не перемешали, муку с тестом, добавляем в муку прямо чайную ложку соды. И потом уже в тесто непосредственно добавим яблочный уксус. Соды добавляем без горки. То есть, ровно чайную ложку. И перемешиваем это все с мукой. Теперь муку можно перемешать с тестом. Так, перемешиваем тесто, постепенно всыпая еще один стакан муки. Перемешиваем ложкой, чтобы тесто в процессе выпечки у нас не осело. Еще один стакан. Итак, тесто полностью готово. Такой консистенции достаточно густой она у нас получилась. Теперь смазываем кастрюльку сливочным маслом. И посыпаем мукой или манной крупой. После чего выкладываем тесто. Выкладываем тесто. Пропитывать будем торт соком детским. Прослойка у нас будет из фруктов. Если у ребенка нет аллергии, можно взять клубнику. Или другие фрукты, какие он больше любит. Теперь закрываем крышку. И будем ставить выпекаться. Убираем меню выпечка. Добавляем еще 20 минут. Потому что объем теста у нас большой. Нажимаем кнопку старт. Прошел час 20. Давайте проверим готовность бисквитного коржа. На зубочистку в принципе ничего не прилипает. Поэтому дадим чуть-чуть остыть в мультиварке. И достанем с помощью корзины пароварки. Вот такой бисквит основа нашего будущего торта машинки у нас получился. Даем ему полностью остыть, пока никак не разрезая. Итак, корж у нас полностью остыл. Сейчас мы приступим непосредственно к формированию самой машинки. Мы из данного коржа сделаем основание машинку. А из двух боковых частей, которые отрежем, сделаем вверх, так сказать. Для прослойки нам потребуется для пропитки 1 стакан сока. Сок можете взять любой. Меня больше любят апельсиновый. Поэтому взяла апельсиновый. Также потребуется клубника или другая ягода, сметана высокой процентной жирности, а также сахарная пудра. В качестве колесиков я взяла обычные печенья, круглые, покрытые шоколадом. Итак, приступаем. Нам необходимо наметить контур и отрезать боковинки. Что мы с вами и сделаем. То есть где-то, наверное, по одной третьей части отрезаем. И с другой стороны то же самое. Примерно такого же размера. Вот так. Оставшаяся часть у нас будет основанием машины. Это пока мы убираем. Из этой мы сделаем верхушку обрезов и соединив между собой эти два. Теперь мы сразу разрежем на две части. Можно это сделать так же ниткой. Будет намного удобней. Вот так. В полученные надрезы вставляем нитку. С этой стороны в надрез вставляем нитку. Соединяя их, нитка разрезает корж пополам. Теперь обе половины необходимо пропитать соком. Что мы с вами и сделаем. Соком мы будем пропитывать верхнюю часть машины. В данном корте я не использую орехи, потому что, ну, маленьким детям тяжело еще. Но, в принципе, если дети постарше, 4-5 лет, можно взять грецкий орех. Также добавить его в прослойку. Пока коржи пропитываются, мелко порежем клубнику. Если вы будете брать ягоды, типа черешни или абрикосы, из них можно вообще блендером сделать пюре. Также выложить слой на корж. Итак, делаем сметанный крем. Берем 2 столовые ложки сахарной пудры. И смешиваем ее с 200 граммами сметаны. Сметана у меня жирная. Я ее не взбиваю, а просто перемешиваю. Чтобы потом она держала форму. Итак, выкладываем небольшой слой сметаны. Сверху сметану посыпаем клубникой. Это тоже на большой складывание. Клубнику кладем достаточно толстым слоем. Так, и сверху кладем вторую крышку. Основание машинки у нас готово. Теперь из оставшейся части будем формировать верх. Таким образом мы положим. И эту часть мы вот так срежем, чтобы у нас получилась покатая такая же верхушка, как с этой стороны. То есть мы отмерим где-то нам необходимо расстояние вот до сюда. То есть и по аналогии будем делать покаты. Таким же образом, отмеренным, делаем покатую вторую часть. Так обрезаем. Примерно они должны быть одинаково вышины. Расстояние между ними мы заполним остатками. Теперь их необходимо будет разрезать и тоже смазать кремом и клубникой. Таким образом у нас будет выглядеть верхушка машинки. Сейчас мы разрежем ее вот таким образом. И сделаем прослойку клубники и сметаны. И эту часть точно так же. То есть покрываем машинку середину сметаной. Саму машинку мы будем покрывать шоколадной глазурью. Я противник мастики. Потому что даже взрослым не всегда получается объяснить, что такое есть как бы вредно. Потому что в мастику входит больше килограмма сахарной пудры. А детям, которым 3-4 года, конечно, выглядит красиво. У нас есть. Это очень бредно. Так, клубника. И снова верхушки. Свободные места заполняем кремом. А туда кладем обрезки бисквита. То есть подгоняем по форме. Таким образом мы формируем. Хорошо слиплось. С обратной стороны то же самое. Пока заготовка машинки пропитывается, разводим глазурь. Смешиваем в равных пропорциях. Сахарный песок. Сахарный песок. 6 столовых ложек. Какао-порошка. У нас должно получиться насыщенного шоколадного цвета. 6 столовых ложек муки. И так в эту смесь добавляем стакан молока. Хорошо все размешиваем. Глазури должно получиться много. Она должна лечь толстым слоем. Добавляем еще один стакан молока. Когда все размешаем. И поставим на огонь. Глазурь стала загустевать. Добавляем туда половину пачки масла. То есть около 100 грамм. И хорошо все размешиваем. И так полученной смесью, пока она еще полностью не остыла, заливаем полностью нашу машинку со всех сторон. И дадим ей остыть прямо на коржах. И так пока полностью не застыла глазурь, перекладываем ее на тарелку, в которую потом будем подавать на стол. И на мягкую глазурь крепим колесики. Все таки я решила, что у нее у меня будут белые. С двух параллельных сторон. Вот так. Теперь даем полностью остыть. После чего растопим белый шоколад. И нарисуем оставшиеся части. Рисунок на машинке мы будем делать белым шоколадом. Поэтому плитку шоколада мы растапливаем на водяной бане. И так пока шоколад не отстыл белый, мы его положили в шприц и рисуем им переднее стекло. Шоколад уже застынет здесь. Боковые. Дальше само стекло мы зарисовываем. Вот такая машина у нас получилась. Сейчас необходимо дать шоколаду полностью застыть. Убираем срочно это все в холодильник. И так шоколад у меня полностью застыл. Но так как это детская машинка, нам останется нарисовать глазки на ней. Что я и сделаю. Ротик красным. Ну и вообще разукрасить машинку как вам больше нравится. У меня будут зеленые глазки. Красный ротик. Сильнее сделаем. Чтобы детям было более интересно. И так вот такой торт машинка у меня получился. На небольшой юбилей моему малышу. Поэтому если вам понравился рецепт, не забывайте ставить лайк. Довольно таки просто. А выглядит интересно, аппетитно. И для детей очень-очень забавно. Поэтому приятного чаепития и до новых встреч. Поехали.